Всем привет! В США испытали вакуумный поезд, в Москве создали монеты для хранения информации, а Казань вновь расширяет сотрудничество. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. В Соединенных Штатах Америки впервые испытали вакуумный поезд будущего Hyperloop, то есть гиперпетля. Он представляет собой транспортную систему, состоящую из перемещающихся по трубам с сильно разряженным воздухом алюминиевых капсул. Каждая капсула оснащена турбиной на насос с высокой скоростью, перекачивающей разряженный воздух в тоннеле, одновременно разгоняя капсулу и приподнимая ее на дном трубы по принципу воздушной подушки. Использовать его будут как для перевозки пассажиров, так и для доставки грузов. Возможно, в 2018 году он уже начнет курсировать между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Это расстояние поезд будущего преодолеет всего за полчаса. А в России следователи химико-технологического университета имени Менделеева в Москве создали монеты из кварцевого стекла, которые смогут хранить большое количество информации беспрецедентное количество лет. Руководитель лаборатории Иван Глебов отметил, что эта технология позволяет достичь совершеннейшего бессмертия для цифровых данных, сохраняемых на кварцевом стекле. Речь идет о миллиардах лет хранения информации. Научный прорыв будет полезен многим российским учреждениям, ведь проблема долговременного архивного хранения данных особенно актуальна для государственных архивов и библиотечных фондов, предприятий военно-промышленного комплекса и медицинских учреждений. И напоследок в Татарстане. Ректор Казанского федерального университета Ишат Гафуров подписал договор о стратегическом партнерстве с Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН. Документ предполагает упрощенную форму взаимодействия между исследовательскими центрами и расширяет список возможных совместных проектов. Во время встречи с президентом РИКЕН господином Хироси Моцуното ректор КФУ отметил, что развитие научно-образовательного партнерства между Японией и Россией имеет базовое стратегическое значение. И подписание общего, многостороннего соглашения о партнерстве – это результат долгосрочного, плодотворного сотрудничества на протяжении более чем 10 лет в различных областях, прежде всего в физике, химии и биомедицине. А на этом все. Редактор субтитров А.Семкин